Ангарск в числе трёх крупных городов, которые лидируют по детской смертности. Светлана Семёнова, уполномоченная по правам ребёнка в Иркутской области, отчитываясь об итогах работы за прошлый год, озвучила парламентариям цифры. Так, в Иркутске зарегистрировано 48 случаев, в Братске – 17, в Ангарске – 13 и в Усоли – 11 случаев смерти. По остальным муниципалитетам показатель не превышает 10. Тут же Семёнова отметила, что это связано с численностью детского населения. Ежемесячные выплаты родителям, взявшим под опеку детей, теперь увеличат почти вдвое, чтобы привести к прожиточному минимуму. Депутаты законодательного собрания в окончательном чтении приняли поправки о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вопрос о замене лифтового оборудования в многоквартирных домах при Ангаре решением депутатов законодательного собрания снят с парламентского контроля. Согласно докладу председателя правительства области Руслана Булатова, работы по замене подъёмников полностью завершены, замечания устранены. А в том, что они не работают, виноваты управляющие компании и отсутствие в них специалистов по обслуживанию лифтового оборудования. Большинством голосов, за исключением Николая Труфанова и Нины Чекотовой, депутаты признали программу удовлетворительной, а проблему решённой. Категорически не согласна с данным решением. Считаем, что депутаты, проголосовавшие за снятие контроля, повернулись спиной к жителям, которые их избрали в этот представительный орган власти. 11 лифтов в Ангарском городском округе так и не работают. Два лифта в 94-м квартале уже приняты Ростехнадзором, вышли из строя. Никаких комментариев внятных фонд капитального ремонта не даёт. По 9 лифтам в 85-м квартале 24-й дом и 84-м квартале дом 17 имеются документальные подтверждения, почему управляющая компания не подписывает акты КС-2. Эти замечания направлены в фонд капитального ремонта для побуждения ОЗ «Звезда» их устранить. Мы будем добиваться проведения депутатской проверки соблюдения закона о капитальном ремонте. Чтобы аналогичная ситуация не повторилась ни в Ангарске, ни в другом любом муниципальном образовании Иркутской области. Факты коррупции налицо, и мы надеемся на правоохранительные органы, что они примут меры реагирования. 10 апреля жители города Ангарска в домах, где более полугода не работают лифты. Многие из них очень преклонного возраста, две женщины, две бабушки за 85 лет приехали в город Иркутск для того, чтобы губернатор, депутаты законодательного собрания, все силовые структуры и контролирующие со всей Иркутской области, которые приехали на послание губернатора, увидели, что ситуация не в розовом цвете, как предлагает и рассказывает губернатор, что неквалифицированный персонал выиграл огромный контракт на 500 миллионов рублей, сорвал сроки выполнения работ. Качество выполненных работ никакой критики не выдерживает. Мы туда приехали, и жители Ангарска в рамках закона старались обратить внимание. Сотрудники полиции всячески делали все, чтобы как можно дальше отодвинуть участников одиночных пикетов от места прохождения послания. В итоге, по надуманному поводу, нас забрали в отделение полиции, там опросили, снимали отпечатки пальцев пожилых женщин и жителей Ангарска, которые приехали высказать свое возмущение. В течение полутора часов продержали в отделении, после чего отпустили.